МУЗЫКАЛЬНАЯ ЗАСТАВКА Здравствуйте! Телекомпания Город представляет информационную программу «Время говорить коротко о главном сегодня». Кто людям помогает, теряет время зря. В Рязани охранник автостоянки пытался обеспечить страждущих жутким алкогольным продуктом собственного сочинения. За волю к победе команды рязанских коррекционных школ разыграли футбольное первенство. Не груби, дорожные полицейские. Рязани провели рейд на тему отношений водителей и пешеходов. А теперь обо всем подробнее. Сегодня рязанские дорожные полицейские вышли в утренний рейд по проверке вежливости водителей. Корректное поведение по отношению к пешеходам – это, как известно, не только хорошее настроение, но и жизнь, и здоровье людей. Как ни странно, обязанность пропустить пешехода, введенная в ранг обязательного правила, привела поначалу к обратным результатам. У нас в Отечестве все наоборот. Это уже аксиома. Вышло так, что пешеходы, уверовав свою правоту на дороге, идут себе беспечно, тем более на зебре. А водители, которые всегда спешат, пеших сограждан иногда попросту презирают. В итоге ДТП разного калибра. От неприятностей и ругани до трагедии. По российской статистике, показатели по наездам на пешеходов непосредственно на переходах растут. И тут, как говорится, хоть разбейся. За 11 месяцев этого года на дорогах только областного центра произошло 320 наездов на пешеходов. Из них 117 наездов на пешеходных переходах. То есть на тех участках, где пешеход должен чувствовать себя в полной безопасности. В данных дорожных происшествиях погибло 3 человека, и 124 человека получили телесные повреждения. Однако справедливости ради, надо сказать, все по той же статистике каждое девятое дорожное происшествие случается по вине пешеходов. Так что все хороши. Внимание и вежливость. Вот что пережет нас на дорогах. А что касается амбиций и потрясаний кулаками вслед нарушителям, то здесь надо помнить давние высказывания матерых водителей. Уступи дорогу чудаку, потому что всегда неправ тот, кто в реанимации. Даже если он был прав. И еще немного о делах дорожных. На Южное окружное вчера вечером попали в аварии аж целых 10 автомобилей. Тяжелый МАЗ начал всю карусель, ударив сразу несколько машин, которые шли во встречном направлении. Позже водитель грузовика сообщил, что у него отказали тормоза. МАЗ, что называется, собрал с десяток авто. Одна из пассажирок разбитого Лексуса получила травмы, но, слава богу, незначительные. А это видео иллюстрирует манеру езды по-рязански. Водитель Ауди в дорожном азарте махнул прямо по обочине, по снежку и вообще мимо стоящих машин ГИБДД. Горячую голову и русская зима не остудила. Так что даже вроде бы солидные дорогие машины могут у нас вытворять такое, что остолбенеешь. Эх, куда несешься ты, Русь, на немецких автомобилях. Очередную подпольную алкоточку накрыли рязанские оперативники. Спиртное, надо сказать, мошенники гонят сейчас, что называется, с закрытыми глазами, невзирая на регулярные полицейские рейды. Но еще бы, на носу бесшабашно радостный праздник. А потом еще недели выходных народ будет активно отмечать, а позже поправляться. Тут уж ничего не поделаешь, сложившаяся традиция. Вот под это дело жулики и пытаются всеми силами всучить народу свое вредоносное пойло. В нашем случае отличился пожилой охранник автостоянки, который наладил торговлю чем-то вообще уж страшным, разведенным водопроводной водой. Рязанские полицейские накрыли очередную точку по продаже нелегального алкоголя. Ее организатор, охранник одной из автостоянок на окраине города, прямо на рабочем месте разливал в бутылке подозрительный спирт, разводил его водопроводной водой и продавал эту «водку» по сходной цене всем желающим. Полицейские изъяли на этом подпольном складе несколько ящиков этой, с позволения сказать, продукции. Также полицейские установили, что организатор этой алко-точки уже задерживался за торговлю паленкой, однако тогда он отделался только судебным штрафом. Сейчас изъятый спиртной контрафакт направлен на экспертизу. Полицейские говорят, что если будет установлено, что эта продукция опасна для здоровья, то горе торговцу грозит не только административная, но и уголовная ответственность. В Рязани прошел необычный турнир по футболу. В принципе, его можно было бы по праву назвать чемпионатом надежды и воли. Шесть команд оспаривали призы первого соревнования футбольных команд коррекционных школ области. За игрой ребят наблюдала Ирина Ковалева. Спорт не только закаливает, но и объединяет. Так что для детей с ограниченными возможностями занятия спортом приносят двойную пользу, особенно если это командные игры. Чемпионат по мини-футболу среди коррекционных школ Рязанской области впервые прошел в спортзале «Завода САМ». Отравит, что в Рязанской области есть люди, для которых здоровье детей, досуг детей специально сложно организовывал. Социализация детей – не пустой звук. И хорошо, что таких людей в нашей области становится все больше. Для участников ребят с ограниченными возможностями здоровья небольшое выступление подготовили звезды рязанского футбола. Горящие глаза юных спортсменов полны надежды. Может быть, и они когда-нибудь попадут в большой футбол. Ну а сегодня они делают первые, пока еще не совсем смелые шаги при поддержке организаторов регионального отделения специальной Олимпиады России и благотворительного фонда «Детские домики». В чемпионате приняло участие шесть команд из разных коррекционных школ и интернатов области. Руководство с удовольствием приняло приглашение к участию в чемпионате. Вне зависимости от занятого места, каждый участник получил грамоты, подарки и фотографии с автографами известных футболистов. Ну а самое главное, они почувствовали себя такими же, как все. И доказали, что они могут и умеют не меньше, чем дети без каких-либо проблем со здоровьем. Евгений Соколов, президент регионального общества больных гемофилии и куратор рязанской ветви донорского проекта «Река жизни», наконец-то получил по заслугам. Неутомимого популяризатора донорства сегодня наградили медалью. С подробностями Глеб Галушкин. Донорской акции «Река жизни» исполнилось 11 лет. Именно тогда впервые активисты расклеили листовки с призывом к добровольцам прийти и безвозмездно сдать свою кровь. За прошедшие годы проведено почти 60 донорских акций. Сдано более 30 тысяч доз крови. Организатор и куратор акции «Река жизни» Евгений Соколов за свою долгую работу и пропаганду донорского движения награжден медалью от Медика биологического общества Министерства здравоохранения Рязанской области. За содействие донорскому движению. За содействие донорскому движению Евгении Иосоновичу Соколову. Это уникальный человек, лидер по натуре. Вы знаете, статус его не только в Рязанской области, но и во всей Российской Федерации настолько высок, что с ним постоянно советуются представители министерства, и мы уже не представляем себе нашу работу без Евгения Иосоновича. Прийти и сдать свою кровь можно и завтра на областную станцию переливания крови, а также в мобильный донорский пункт рядом с поликлиникой 11-й больницы. Сегодня в Рязанском цирке прошла генеральная репетиция уникального проекта «Новогодние сказки. Игра» от Королевского цирка «Гии Эрадзе. Пять континентов». Другие сказочные подробности у Ирины Ковалевой. Невероятный подарок к наступающим праздникам рязанцам дарит Королевский цирк «Гии Эрадзе. Пять континентов». Новогодняя сказка «Игра» – это уникальный проект, созданный специально для волшебных рождественских каникул. Вас ждет не просто цирковое представление, а уникальное шоу, выстроенное на основе единой сюжетной линии. Так что приготовьтесь совершить увлекательное путешествие вместе со сказочными героями по пяти континентам планеты. Каждый номер программы – это не просто аттракцион, а своеобразный пазл, который в итоге сложится в единую сказочную картину. Это джунгли, это развалины старого замка, где реквизит, каждая мелочь, каждый костюм, каждый камешек, каждый стежок складывается в общую картину. И зритель не чувствует себя сидящим в зрительном зале цирка. Он чувствует себя, в общем-то, гуляющим, не знаю, по джунглям, где жил, может быть, Тарзан или Маугли или еще кто-нибудь. На пресс-конференции, устроенной для сотрудников СМИ, нам чуть более подробно рассказали о некоторых номерах. Наш номер, он по-своему уникален, потому что мы попытались воплотить в него такие трюки, которые сейчас практически уже никто не исполняет. Допустим, мы сделали такой трюк, когда медведь несет девушку на руках, ну, вернее, на лапах. Каждый номер программы – это синтез работы профессиональных артистов во всевозможных цирковых жанрах и поистине королевского балета. Кроме того, вас поразит количество животных. В постановке их задействовано около 300. Зебры, верблюды, медведи, тигры и даже белые африканские львы. И это еще не полный список. Сегодня, пока представления еще не начались, специально для нас устроили небольшую экскурсию за кулисы. Так что с некоторыми мохнатыми артистами мы смогли познакомиться и даже пообщаться. Такая возможность будет и у зрителей. Кстати, увидеть новогоднюю сказку «Игра королевского цирка. Пять континентов» смогут только жители и гости нашего города. Так что спешите, поверьте, это незабываемое шоу с поразительными спецэффектами стоит увидеть своими глазами. Премьера новогодней сказки состоится 21 декабря. На сегодня все. До встречи в среду. Как обычно в программе телекомпания «Город» время говорить. Хорошего вечера. «Город» «Город» Редактор субтитров А.Семкин»